Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать на наш канал! Я начинаю свое видео с того, что хочу вам похвалиться рецептом гранолы, который я сделала сама. Я делала гранолу впервые, мне очень понравилась и текстура, и вкус, и вообще в качестве перекуса это просто незаменимо, да и в качестве полноценного завтрака, например, или полдника. Вот как сейчас я, например, с йогуртом навела, и это очень вкусно. Она получается вот такая вот вся рассыпчатая у меня, если, конечно, правильно приготовленной, правильной пропорции. В общем, что, да, пока я собираю гранолу в баночку, посмотрите пока рецепт, как я ее делала. Все очень легко, просто и доступно. Нам понадобятся овсяные хлопья, они должны быть долгой варки. Быстрые варки не подойдут. Высыпаю в миску, добавляю измельченные орехи, у меня миндаль и фундук. Все вот так хорошо руками перемешиваю. Вливаю растопленный мед. И нужно добавить растительное масло без запаха. Массу хорошо, до однородности перемешиваем. Далее используем в ту форму, в которой будем все запекать. Я использую обычный глубокий противень. Выкладываю массу и хорошо распределяю. Отправляю в духовку на 30-35 минут. За это время изюм и чернослив я измельчила, промыла теплой водой. И выкладываю на бумажное полотенце, чтобы все просохло. Очень важно гранолу перемешивать каждые 5-7 минут. Для этого нужно открывать духовку и вот так лопаткой перемешивать. За 5 минут до готовности я всыпаю просушенный изюм с черносливом. Снова перемешиваю и отправляю в духовку на 5 минут. Вытаскиваем из духовки. Масса еще пока липкая. Но когда гранола полностью остывает, она становится хрустящей и рассыпчатой. Это просто идеальный вариант для тех, кто придерживается правильного питания, любит полезные завтраки и перекусы. Мне очень понравилось. Обязательно советую вам тоже приготовить. И это очень полезно. Также у меня на заднем фоне безешки. Это украшение для торта. Торт на день рождения для Вероники. У нее 8 мая день рождения. Я не знаю, конечно, когда выйдет это видео. Постараюсь пораньше смонтировать. И я, в общем, готовлюсь. Она мне заказала торт цифра. Обычные медовые коржи, которые она просто обожает. Мне кажется, каждый день рождения это обязательно медовик. Но я говорю, давай сделаем медовик в качестве именно цифр. Как я себе делала на день рождения, на свой 35 лет. У меня был юбилей. И я себе делала торт цифра. Кстати, тортик очень классный, вкусный. Он пропитывается быстро. И украшается классно. То есть у меня есть рецепт на канале. В принципе, я рецепт снимать не буду. Потому что все то же самое, только разные цифры. Вот и все. Так что у меня безешки там, гранолу сделала. Ну и, в общем, да. И хочу вам похвалиться, пока увидела чайничек. Вот такой вот. Я его заказывала на Озон. Он идет вот с таким вот ситечком встроенным, как пружинка. Она легко снимается. То есть потянув вот так, да, она упрыгивает туда, обратно в чайник. И легко мыть. Моя рука туда проходит. Крышка вот такая вот металлическая снизу. А здесь бамбук. И моя рука пролезает спокойно. Можно, в принципе, и в посудомойке помыть. Но термостойкое стекло. Жаропрочное. В общем, он такой, знаете, в стиле у него такой еще классный. Скандинавский, да? Классный. Я люблю все, что связано с деревом. И он такой уютненький, миленький. Это объем на 900 миллилитров. Ну, как бы, да. Стоил он 700 рублей. Но сейчас на него акция закончилась. И я вот зашла буквально на днях, смотрю, там уже ценник, по-моему, 850 рублей. Есть объемы разные. И 500 миллилитров. Есть и 1,2, по-моему, и 1,5 литра. В общем, на озоне можно посмотреть. И мне что нравится, чай заварил. И я иногда доливаю вот один раз в день туда кипяток. Потому что, ну, он настаивается снова. И очень часто мы подходим и наливаем себе, пьем чай холодный именно. Потому что уже на улице у нас 24-25 градусов. Уже даже сказать можно жарковато. И на улице наработаешься, зайдешь, нальешь чайку. Так классно. Так, какие новости еще? По поводу спорта я продолжаю заниматься. Но помимо спорта нужно еще, конечно, придерживаться правильного питания. Вот. Без этого уже, мне кажется, очень сложно похудеть после 30 лет. Но это лично вот для меня. Я не знаю, как кому. Мне стало очень сложно сбросить лишний вес. Поэтому помимо спорта нужно еще питаться. И вот стараюсь придерживаться. Естественно, вечером я уже не ем. После пяти, наверное, после пяти, после шести вечера я уже ничего не ем вообще. И занимаюсь я через день. Ну, бывает так, что проходят два дня. И, в общем, я, получается, пропускаю занятия. Но я не помню, по какой-то причине я прям сильно так устала, что-то в огороде копалась. Понимаю то, что еще сегодня заниматься. И думаю, не, у меня сегодня точно сил не будет. И получилось так, что я пропустила два дня. А так стараюсь прям вот через день стабильно заниматься. Да, вот. Покажу вам поближе безешки. Вот такие вот они милые, симпатичные. Сушу я их при температуре 80 градусов где-то 2 часа. Вот такие получаются. Это маленькие тоже будут белые для украшения. Будем использовать. В общем, как всегда, у нас все в розовых тонах. Пока что. Ну, мне кажется, это более мило, нежно, по-нарядному. Цветы я свои на террасе прикрываю пакетами на ночь. У нас ужасные ветра сейчас. То есть ветра вот с утра начинается. И все это заканчивается только к вечеру. Сильные-сильные ветра. Ну, пока георгин не с места. Еще, видимо, им прохладно. Они особо не набирают никакую силу. И путем не растут. Как-то так. Небо у нас непонятно. То голубой просвет, то тучи серые, то дождик пойдет. В общем, у нас погода, конечно, отвратительная. Кстати, да, завтра мне приезжает посылка с Икея. Я кое-что там заказала. Обязательно вам покажу. Долго я ждала. В связи вот с этими праздниками почта не работает. И, в общем, я там поназаказывала опять себе. Я такой, знаете, фанат Икея прям. Я как зайду на сайт. Мне и это вроде надо, и это вроде надо, и по мелочам. И в итоге чек получается там 4 тысячи, 5 тысячи. Вот так вот. Ну, конечно, стараюсь не злоупотреблять ненужными вещами. Не покупать то, что не нужно. А стараюсь выбирать то, что действительно нам необходимо на данном этапе. Так, друзья, в общем, я приготовила гнезда с фрикадельками. Вот такие в духовочке. Мои уже заценили, поели. И у меня одни цветы сменяют другие. И посмотрите, какая красота. Я вышла на улицу, пожертвовала пятью веточками сирени. Я не могу. Я прям просто балдею. Больше, конечно, срезать не буду. Вот это вот постоит. Порадует нас, и все. Потому что у меня и так там сирень. Хоть их и 4, но они еще маленькие, молоденькие. И мало-мало цветут. Поэтому вот такая вот тут у меня красота. Будете встречать с утра. Я вообще обожаю на кухню зайти с утра, чтобы была вот такая вот красота. Друзья, ну что, у нас новый день. И приехала моя королочка с икея. Давайте посмотрим, что там нам привезли. Я так долго ждала, особенно Вероника. Кстати, мои подушки на террасу. Четыре штуки заказала. Не поверите. Ну и, конечно, с тем расчетом, что в будущем у нас будет все равно садовая мебель. Там стульчики, стулья. И я брала такой размер, чтобы в будущем эти подушки подошли на новую мебель. А сейчас хочется сидеть, вы знаете, ну на мягком, образно говоря. Они из ткани выполнены, которые можно стирать. В общем, она не выцветает, не выгорает. И влаготалкивающая вроде, по-моему. Вот такие четыре подушки. Так, это я заказала в ванную комнату украшения. Самое главное, смотрите, кто здесь. Это акула. Дочка не мечтала. Вы, конечно, не понимаете все игрушки. Мне не нравятся, а ей нравятся. Ну, в общем, сейчас мы ее расправим. Там она немножко примялась. Вот здесь. Слушайте, она такая мягкая, реально крутая. Вообще клевая. Так, я взяла вот такую вот кашпу с цветочком фейка. Это я поставлю в ванную комнату. Потому что мне прям не хватает там зелени еще такой на раковине. Я вам потом позже покажу. Мне кажется, очень даже, да, симпатично. Какая-то прям популярная трава такая. Так, и что еще здесь? Здесь вот такие щипчики. Я почему их взяла? Чтобы это в нашем гриле переворачивать. Переворачивать мясо. Вот такие вот они небольшого размера. Но мне кажется, ими удобно работать. Но они как-то маленького размера почему-то. Друзья, также я купила вот такие вот круглые салфетницы на стол. Но не было тех вот классических, которые подороже. Их не было в наличии. Пришлось взять вот такие вот подешевле, тоненькие. Но они тоже натуральные, плетеные. Но я не знаю, как я буду их применять. Может быть, даже если на улице будем сидеть. Вот туда вот на террасу использовать. Так, конечно, мне те больше нравятся. И визуально, и внешне те как-то лучше. В общем, не знаю, посмотрим. Я взяла три штуки. Стол у нас маленький, конечно, для таких салфеток. Но я думаю, что в будущем пригодятся они мне все равно. Так, и я взяла еще шторку. Я взяла шторку на второй этаж. Ну, она такая обычная. Вот видите, тоже тканевая. Все как положено. Я ее подрежу по длине. Вот, и она немножко с таким как-то зеленым оттенком, что ли. Но у нас там зеленый присутствует в комнате. В самой ванне. Поэтому я думаю, что будет нормально смотреться. Так, ну, в принципе, и все. Это сапак, все покупочки. Вот. Да, все покупки подушки. Тогда я на улицу их вынесу. Нужно будет там их закрепить, привязать. Ну, пока дождик идет у нас. Несколько дней дожди. Пока выносить не буду. А так, конечно, плотные. Вообще, шикарные подушки. Прям даже плотнее, чем вот этот у нас. Вот эта вот подушка. Это вообще тоненькая, видите, совсем. Я брала. А эти прям плотные такие хорошие. На них будет комфортно сидеть. То, что светлые, конечно, да. Маркие. Ну, ничего страшного. Будем стирать, значит, почаще. Так, пошла Вероника, я акулу понесу. Она у меня спит еще. Она о ней мечтала. Ну, что, друзья, кто-то у меня спрашивал, бывает ли у вас бардак на кухне. Я вам показываю, что у меня всегда он. Мне все навалено, все накидано. И к вечеру я только разбираю. Особенно, когда день посылок. Происходит вот что-то типа такого. Коробки наставлены. Ну, ладно, мне просто сейчас некогда этим заниматься. Потому что я сейчас выпекаю торт. Я выпекаю торт в виде цифры. Будет у меня 12. Сейчас отправляю уже первую циферку в духовку. И буквально 5 минут, и будет у нас уже цифра готова. Кстати, я делала этот торт 2 года назад. Мне казалось, что у меня цифры такие огромные. Сейчас стала вырезать. Думаю, что они какие-то маленькие. Хотя, ну, лист А4. Вот немножко по краям до полного листа. Вот так не хватает сантиметра, наверное, по полтора. И мне казалось, что цифры огромные. Нет, не очень они большие. Так, у меня есть 5 минут. Сейчас я вам покажу. Кстати, я себе с Алиэкспресс заказывала вот такие искусственные веточки. Если честно, забыла, как называются. Эвкалипт, наверное. Конечно, вот так вот, знаете, издалека. Кажется, что он настоящий, натуральный. Я для фотографий для своих заказала. Ну, кое-где, видите, клей торчит. Но они и стоят бюджетно. Вот. Я на Валбаре заказала себе средства для ухода для волос. Это вообще ни разу не реклама. Потому что я сама купила по наводке одной блогерши девочки. Она в Инстаграм ведет аккаунт. Я вообще даже не знаю, кто это, что это. И я как-то за ней особо не слежу. Но у нее шикарные волосы. И она очень хвалила вот эту вот серию. Мне кажется, все-таки то, что подороже мы приобретаем, оно, конечно, несет какой-то хотя бы положительный, наверное, эффект. Нежели дешевая косметика. На мой взгляд так. Потому что волосы у меня очень ослабленные, поврежденные. Окрашенные 50 раз. Поэтому тут даже вот написано для ослабленных и поврежденных волос. Также я взяла вот такой вот бессульфатный шампунь. Почему именно бессульфатный? Потому что его рекомендуют тем, у кого склонность к жирности корням. Ну, в голове, да? То есть получается, волосы сильно жирнятся именно у корней. Сухих на кончиках. И нужно использовать бессульфатные шампуни. Пахнет, конечно, классно. Вот такой прям, знаете, запах очень благородный. Сразу чувствуется здесь, мне кажется, качество. Это органическая продукция. И также я взяла на пробу ладор. Это или ладор, или лейдер, не знаю как правильно. Это филеры для волос. Вообще там идут в наборе по 10 штук. Есть вот два в наборе. Я взяла сначала два. Попробую, если мне понравится. Значит, в будущем буду заказывать. Вот. Поэтому вот как-то так. Это что касается у меня покупок. Еще я себе набрала масла. В общем, смотрите. Все эти сыворотки для ресниц, для бровей. Все это полная туфта. Я уже каких только не пробовала. Ничего это не работает. Единственное, что работало в моем случае всегда. Это вот такие масла, которые я использую сама дома. Так, это у меня вообще как бы эфирные масла. Я буду добавлять в соду. Буду делать чистящие средства домашние, такие натуральные. С маслами. Ну, позже вам покажу как-нибудь во влогах, если интересно. А для ресниц и бровей я буду использовать облепиховое масло, пихтовое масло, миндальное и репейное. Репейное, оно идет еще с касторовым, с добавлением. Короче, наводим это все буквально по 3-4 капли вот в этот дозатор как раз из-под сыворотки. И все, перемешиваем, пользуемся. Девочки, результат потрясный просто. Я вот помню, я давным-давно пользовалась. Единственное, только нужно не перед самым сном наносить, а вот вечерком нанесла. И излишки масла убрала, потому что иногда попадает в глаза. И может быть обязательно реакция какая-то аллергическая. По-любому. Могут и отечественные глаза быть на утро, поэтому это нужно, конечно, уже смотреть по состоянию, по-вашему. То есть бывает непереносимость препаратов, поэтому нужно будет попробовать немножечко. Я, так как уже пробовала, именно вот это сочетание масел я пробовала. И мне результат очень понравился. Вот буквально, наверное, месяц наносишь, ресницы реально темнеют и очень хорошо растут, так же, как и брови. Вот, ну как бы так. Друзья, и так же я вам не показала, какие я купила цветочки на Алиэкспресс. Они вообще молодцы, конечно, деньги делают ни на чем. Вот такие букетики я заказала, опять же, для своих фото. Вот такие есть розочки, там разные расцветки абсолютно на сайте. Это вот мне лаванда понравилась, и делать фотографии классно. Ну, эту веточку уже, наверное, многие видели в Инстаграм. Я кладу, когда тоже снимаю. Она такая, знаете, как голубика, черника, прям так естественно выглядит. Вот, так что такие вот покупки с Алиэкспресс у меня. Ну, и самое главное, мы уже тут почти готовы ко дню рождению. Цифры мои все сделаны. Ну, так относительно ровно. Я их пыталась вырезать, все нормально. Это украшения у нас тут для тортика. Это тоже циферки будут, звездочки. В общем, да, будем завтра делать крем. Что-то у нас как темно стало, смотрите. Сейчас, наверное, ливанет. У нас сегодня целый день льет, и льет, и льет дождь. Стеной прям вообще классно. О, где-то сверкануло даже. Кажется, Вероника, сейчас будет у нас гроза и молния. Да, люблю дождь. Угу. Я тоже. Также добавила миндальное масло. Вот, из пипетки, потому что дозатора нет в таком масле. Так, и остается у нас репейное. Репейное вообще, видите, какой большой пузыречек. Дело в том, что, смотрите, вам же хватит этого всего очень-очень надолго. То есть, это не так вот вы купили там масло, за раз, да, все, вымазали, все. Это очень надолго хватает. Так, и репейное вместе с кастором. И как раз вот у меня заполнил где-то вот так вот. Как раз, чтобы щеточка достала. Я не могу сказать, что это средство, как бы, такое, знаете, дешевое. Вот, но факт в том, что оно действующее. Вот что. Я лучше отдам за вот эти масла денежку, да, оно... Ну, я знаю, что, как бы, они будут помогать реально. Так, возвращаю вот эту помпочку сверху. Это, как бы, ограничитель для щеточки. Ну, и, соответственно, я должна сейчас вот так все перемешать. Все масла перемешать. Ну, и можно вечером уже использовать. Видите, щеточка окрасилась сразу в облепиховый цвет. Вот, и как бы это... Будет, конечно, видно там, ну, оранжевый цвет на бровях. Ну, ничего, сейчас впитается, можно будет излишки убрать. Ну, как бы и ресницы тоже красим. Короче, буду пользоваться. Может быть, через недельки-две мы даже с вами уже увидим первые результаты. Вот такие дела. Короче, я вам показала, но я сейчас это все смою, потому что ходить с такими бровями, это вообще... Ну, да, облепиха, это очень такое, знаете, хорошее масло. Вот облепиха, по-моему, самая дорогая из всех, которая есть в этом списке. Оно, наверное, стоит 50 мл, 200 с чем-то рублей. Все остальные масла, так, знаете, в районе, там, 50-80 рублей. Не очень дорого. Вот. Так что так, девочки. Вот моя фейка. Видите, здесь я ее приспособила. И она у меня здесь прекрасненько украшает теперь нашу раковину. Так, все, друзья. В общем, на сегодня буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Мы с вами скоро увидимся в новых видео. Всем удачи, здоровья, берегите себя. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok